Министры обороны стран НАТО проводят по видеосвязи первую встречу после прихода к власти в Соединенных Штатах администрации президента Джо Байдена. Расходуйте больше. С таким призывом обратился к своим коллегам новый глава Пентагона Ллойд Остин. На данный момент только восемь членов Альянса тратят положенные 2% ВВП на оборону, а больше всего сами Соединенные Штаты. С американцем согласился генеральный секретарь НАТО. «Различные администрации США, республиканцы и демократы доносили до Брюсселя одинаковое послание о необходимости справедливого разделения финансового времени в нашем альянсе, сказал Йенс Столтенберг. Нам нужно больше инвестировать в оборону не для того, чтобы угодить Соединенным Штатам, а чтобы укрепить нашу безопасность, потому что мы стоим перед лицом более опасного мира, где существует более жесткий фундаментализм, так называемое исламское государство. Мы видели это в Ираке, в Сирии, в других местах. Более напористой стала Россия, поднимается Китай, растут кибер- и гибридные угрозы. Всё это вместе». Другой вопрос с повестки дня министерской встречи. Как долго держать в Афганистане примерно 10 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов и НАТО? Этот международный контингент находится под преимущественно американским командованием. Генсек допустил возможность отложить вывод войск на более позднюю дату, чем та, что была согласована Соединенными Штатами и талибами в прошлом году. «Есть крайний срок – 1 мая, но обещание покинуть Афганистан основано на условиях. Наше присутствие там основано на условиях. Сейчас НАТО делает всё возможное, чтобы поддержать мирный процесс и полное выполнение сделки. «Мы уйдём только тогда, когда время для этого будет верным». Ожидается, что министры обороны стран НАТО также согласятся начать расширенную миссию в Ираке с участием советников. Её цель – обучать сотрудников силовых органов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова